Едут, значит, это самое, и все внимательно слушали, слушали, выслушали до конца, он, значит, все закончил, он говорит, ну, вопросы есть, и тут встает такой самый старый, такой самый мудрый, и говорит, я, милейший, я все понял, я про котлы понял, про поршни понял, про пар, вот это вот мне все ясно, мне только одно непонятно, с какой стороны лошади цепляются. Для чего? Я могу ответить так, за себя отвечу, просто за себя, то, что я хочу в жизни, я хочу прожить эту жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Я хочу каждый день, каждое утро приходить на работу, видеть милые, приятные, дружелюбные лица, наполненные энергией, вниманием, целостностью, счастьем, позитивом. Я хочу участвовать в сложных задачках с интересной командой, которая заряжена на победу, на решение этой задачки. Я хочу наслаждаться успехом и восторгом по факту свершения, решения этих задач. Я хочу двигаться, я хочу раскрывать свой потенциал, свои возможности. Я вижу, как я чувствую, как я внутри расту, я вижу, какой мир с каждым днем, шагом более искрящийся, что ли, более радужный, более богатый. Я понимаю, что моя бедность не позволяет, внутренняя бедность не позволяет мне увидеть, насколько мир офигительный. Я хочу прожить эту жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. И в поисках ответа на вопрос, вначале я искал компанию, в которой бы это было, а потом я понял, что я могу долго искать компанию, в которой это будет, я решил создать эту компанию сам, у себя, и начал ее создавать. И я ее создаю, вот уже 14 лет я управляю своими бизнесами. И по крупицам собираю разные схемы, методики, инструменты, все то, что способствует моей цели. Очень простое. С желанием приходить на работу, получать удовольствие, драйв от всего того, что происходит, расти самому, видеть рост своих друзей, товарищей, решать сложные задачки. В конечном итоге делать так, чтобы люди просто банально были счастливее и радостнее в их тяжелых иногда для них жизнях. Вопрос, для чего? Я просто хочу прожить такую жизнь. Я понимаю, что я смогу прожить такую жизнь, только если рядом со мной будут люди такие же, как я, живущий такую же жизнь, как и я. И тогда, я просто понял, надо понять, как эти взаимоотношения выстроить. Я начал искать слова, начал искать методики. И вот то, что я вам сейчас показал, это верхушка, ну, верхушка айсберга. То есть, вот я, причем, есть две вещи. Есть много разных знаний, которых я много прочитал, узнал и так далее, и так далее. То есть, есть много теорий, религий, много чего есть про жизнь. Но я понял две вещи. Есть вещи, которые теория красивая и практика к ним. А есть вещи, где теория красивая, а практики нет. Нет шагов реализации этой красивой картинки. Это просто красивая, интеллектуальная, мыслительная картинка. Поэтому все то, что я показываю и делаю, я ищу одновременно с практикой. Чтобы это была не только красивая теория, но и практика, ведущая к этой красивой картинке. И вот мое намерение, во всяком случае, вот то мое намерение, которое, почему я это делаю, что я вам здесь, как бы, говорю, оно в этом. И поэтому у меня важна обратная связь. То есть, вот насколько, если мы подписываем, если мы договариваемся взаимодействовать согласно идеологии бизнес-драйв, если мы подписываем меморандум, это накладывает определенное что-то на наше взаимодействие. И мы начинаем договариваться, и мы начинаем взаимодействовать. И если что-то не так, у нас есть инструмент или ресурс продолжить наше взаимодействие. И результатом этого будет движение каждого из нас по пути своей самореализации. Потому что мое мнение, что то, ради чего имеет смысл жить, имеет смысл жить для того, чтобы вот как бы реализовать свое предназначение, что ли, внутреннее, то самое уникальное, которое у каждого человека свое уникальное. Понять, в чем оно, и реализовать его в жизни. Тогда еще такой вопрос. Вот на картинке возникает такое поле, как альтернатива. Альтернатива есть или ее нет? Вот она есть. Альтернатива к тому решению. Что тогда происходит? Вот очень хороший вопрос. Потому что здесь два вывода. Либо мы уточняем вот эту возможность, мы начинаем работать. То есть если ядро, партнер, предоставляет возможность сюда, и у человека возможность альтернативы перевешивает, то мы что можем сделать? Мы можем уточнить эту возможность. Мы можем скорректировать эту возможность. Мы можем ее изменить. Мы можем ее согласовать. Мы можем ее согласовать. Мы можем ее согласовать. И поэтому действует принцип, мы договариваемся. Мы можем ее согласовать. И мы направляем свою активность на согласование вот этой возможности. Что происходит, если так опуститься на уровень ниже, то есть на простой человеческий уровень, на банальный, да? Что происходит здесь? Ядро заинтересовано в изменении возможностей, в изменении, в договаривании. Потому что в чем она заинтересована? Если внутренний партнер увидит эту возможность для своей самореализации, то в этом случае тогда его отдача будет максимальной. Его энергия, внутреннее движение будет максимальной. И тогда вопрос выглядит так, на чем мы сосредотачиваемся? Мы сосредотачиваемся на том, а в чем эта возможность и как она проявляется. И мы ее уточняем, уточняем, уточняем до тех пор, пока внутренний партнер скажет, классно, все, я вижу, я загорелся. И вот в этот момент он начинает действовать. И вот эта целостность очень важна. То есть любой проект, любое событие, любое предприятие, оно без целостности, без того, кто смотрит и держит, содержит эту целостность, логическую целостность, энергетическую целостность, целостность того, что происходит, должна быть. Как только этот человек выходит, оно рассыпается. На более мелкие, на более мелкое что-то, до уровня опять целостности, кто это опять, кто это сможет держать. Но тогда это уже тогда другая целостность. И вот что поднимается под альтернативой. И опять же, если возможность данная исчерпана, то тогда альтернатива, люди расстаются, жмут друг другу руки и говорят, классно, слушай, ну все, я вырос, то есть я работал, я проработал здесь полтора года, я вырос, у тебя нет возможности, которые сейчас, на мой новый запрос, я вырос благодаря той возможности, которая мне была предоставлена. И тогда что происходит? Получается, что есть договоренность, согласно которой люди жмут друг другу руки, расстаются друзьями, проходит еще какое-то время, и внутренний партнер и друг говорит, слушай, у меня вот такой проект, вот такая возможность, классно, давай, вот давай, и так далее. То есть это позволяет, и тут я как бы позволю себе чуть-чуть помечтать, и если помечтать это в том, что если, теперь мы представим, что есть несколько компаний, или групп компаний, которые используют идеологию бизнес-драйв в своей основе своих взаимоотношений, и тогда происходит ужас и страшное, то, что сейчас как бы происходит, то есть люди могут передавать друг другу сотрудников, когда те достигли пика своего, на данные возможности, своего роста, и выигрывать будут все, потому что сотрудник, который перестал двигаться, развиваться на эту возможность, он перестает работать. И тогда, если он освободит это место другому, для того это будет возможность, и он будет это использовать. И тут еще, то есть мы сейчас говорим о росте, но бывают разные типы людей. Бывают люди изменений, которым нужно все время изменений, они живут изменениями, они питаются изменениями, а бывают люди, которые консерваторы, ну то есть не консерваторы, люди стабильности, стабильности. Процессы. И для них, да, процессники, и для них стабильность, это и есть их самореализация, и это тоже нормально, это их выбор. Тогда они просто заходят в уже стабилизированный процесс, и это их пространство. А в основе вообще этой системы, да, это наличие двух сторон с четким пониманием, что я хочу. Если вот этого фундамента не будет, то там, что там. А вот это уже искусство возможного. Человек, людей, которые точно понимают, чего они хотят в жизни, на сто процентов, я не встречал. И сам таковым не являюсь. Но это вектор направленности. Это вектор. Можно сказать, в каком-то периоде. Да. Не на все оставшиеся вещи. И это не меняется. Да, и это меняется. А хотя бы на период у них должно быть понимание, чего он хочет на самом деле. И мало того, оно все время меняется. Потому что оно меняется. Вот какая-то глубинная-глубинная суть, я думаю, не меняется. Да. Глубинная. Но вот ее, вот она, вот она, она меняется. И если человек внутри, сам с собою вот дружит, прислушивается и чувствует внутри себя, себя самого, вот тот свой рост, тот свой стержень, тогда он понимает, он все время, мы на самом деле все время двигаемся вот этим внутренним стержнем. В разной степени, прислушиваясь к нему. Через какая-то школа подготовки, что ли, да? Вот это прекрасное будущее. Причем, фактически, я могу сказать, что систем существующих, существующих и попадающих вот в идеологию бизнес-драйв в мире уже есть, и их много. То есть, фактически, все бережливое производство, весь линий бережливое производство сюда попадает. Так же сюда попадает Голдрад. С его пониманием, с его, с ТОСом, теорией ограничений, систем, вся идеология ТОС с Голдрадом, она попадает сюда, и это отличный инструмент, который сюда встраивается, потому что он там решает, ну, я даже сказал бы, что ТРИС с его подходом тоже попадает сюда. То есть, полная, целая методология, она включается в себя. Она вот, если так, может быть, там адепты ТРИСа скажут, найдут что-нибудь, нет, 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 это твоя идеология, или эта идеология попадает в ТРИС, и как бы, она является следствием отсюда. Ну, что на самом деле уже не важно. Потому что здесь важно не то количество теории, или принадлежность ее там, к названию, или там, к чему-то, или к авторству. Важна суть. Потому что здесь суть, это проживание жизни. Суть проживания жизни. Первично вот это, а все остальное вторично. Как она проживается? как она проживается каждому из нас. И, если уж быть совсем, ну, как бы, добавить сюда еще, что клуб Терем, вот наш клуб Терем, задачка у него, вот она, вот клуб Терем, он как раз и тренирует в нас вот это ощущение, что я хочу, а в чем моя мечта? И мы здесь собираемся и снова, и снова, и снова задаем себе этот вопрос. И снова, и снова, и снова к нему возвращаемся. И снова, и снова спрашиваем себя, что для меня важно, что я хочу, куда я двигаюсь. И мы делимся этим опытом, мы тренируемся, и клуб вот для этого, для вот этой тренировки, внутренней тренировки, вот этого ощущения, что же я хочу. Я бы другое даже сказала. На клубе мы тренируемся взаимодействовать по-другому. И взаимодействовать. И в других пристах, принципах. Что позволяет вот свершаться тем идеям, поддержке, потому что люди приходят зажатые, ожидают одно, даже действует потом, да, вот эта критика, или еще, она вот из того прошлого, а здесь учатся по-другому взаимодействовать. Опыт такой первый. Ну, может быть, это нужно. Я, извини, я так не умею, то есть я же только по-старому, то есть как умею. А вот это вот, и хорошо. Я бы стараюсь научиться, то есть мне очень понравилось, то есть как ты с Леном сговорил, то есть с Эндатс, видишь, у меня же есть, сразу же все готовые ответы, то есть, я понимаю, что готовые ответы нельзя давать, то есть, и не знаю, как их не давать, как задать такой правильный вопрос, что ты нашел, то есть это что-то. Ну, поэтому позволь я по-старому, то есть, да, без вопросов. Мочи. не увидел здесь следующего, то есть это дело, которое люди делают, и не увидел, то есть, кому это дело нужно, то есть, вот в этой системе координат, или не увидел, то есть я считаю, что это важно, потому что, когда сам на себя, вот как все внутрь, да, то есть, это, конечно, есть такая штука, то есть, ребята молодцы, вот буддисты, они там сидят, и самосовершенствуются, да, и все хорошо, ну и считаю, что все-таки бизнес, то есть, это то, что несет куда-то, что-то в мир, то есть, здесь важно то дело, которое людей, и для кого мы это делаем, то есть, вот одна такая штука, вторая штука, то есть, то, что система, то есть, ты сделал средств, то есть, такой, хороший средств, но это средств уже там, за перевалом, то есть, на самом деле, есть эволюция системы, то есть, и у тебя уже, то есть, по сути дела, сейчас вот там, это вот, как у нас там, четвертая уже ступень. Четвертая ступень, где уже союзники, партнеры там работают. Конечно, нужно видеть еще эту штуку, эту вершину, конечно, но есть еще те шаги, которые не позволяют датус. Потому что часто мы сталкиваемся с тем, что хорошо доверять друг другу, замечательно. Рассвет вы бы выключили, то есть 100 долларов положили, все боятся. Я согласен, здесь постепенность, конечно. Здесь такие шаги были бы. У нас есть в своей системе координат 6 шагов, которые такие вот есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо, как мне покажу эти шаги? Ну да, мы тогда говорили немножко о них, коснулись их, и тогда меня цепануло. Я с удовольствием бы их взял и вставил в систему. Я как пылесос собираю лучшее и просто соединяю. Я не придумываю новое. Я вот как бы продолжаю идти. У меня происходит мой собственный рост во всем этом. Ну здорово. Так, конечно, то есть штука интересна, но, по сути дела, то есть вот у нас там нет вот такой структуры, да, то есть там нет меморандума, нет еще чего-то, у нас какие-то другие взаимоотношения. Ну, во многом действия похожи. То есть вот как если там смотри, там взаимоотношения, результаты, там что-то такое. Во многом действия похожи. Ну что ж, мы на самом деле, вот спасибо вам большое, я бешено переэксплуатировал форматы «Время». Время уже аж 9 часов. Да, мы как раз, как бы наше время, наше клуба закончилось, и у нас остался последний пункт, совершенно короткий и простой. Что было ценного сегодня за вот наши 4 часа, ну, за время клуба, за то, пока оно прошло. И можно, Тамара, я тебя... Ну, как-то вот то, что я про себя проговорила, цели, задачи по жизни. Я иду. Я иду. Продолжение следует...